Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По сути дела, эти сезоны повлияли не только на сферу высокого искусства, но они повлияли на бытовую жизнь, в том числе и на моду. И вот это удивление, которое пережила Россия сама от своего бурного развития, оно, конечно, запечатлено в образах искусства. Мы сегодня с вами рассмотрим пути развития русского авангарда. Авангард — термин, заимствованный из военной науки. Авангард — это тот отряд, который идет впереди. И европейская мысль, она развивается одновременно с русской. Это было единое культурное пространство. В начале 20-го столетия русские художники оказались... Ну, только русские, российские художники, выходцы из Российской империи, они оказались не более радикальными. И вот перед нами работа Ларионова «Красный петух». Это вот первый такой крупный шаг в сторону беспредметной жертвы. Но начало было положено рыцем символизмом. Перед нами демон Григория. Что происходило? Каковы были процессы? Культурные того времени. Дело в том, что к 70-м годам 19-го столетия критический реализм переживает свой глубочайший кризис. То есть общество ставит перед искусством такие сложные духовные задачи, что передвижники с ними просто справятся немного. Они слишком погрузились в литературность и назидательность. А обострелись именно духовные конфликты. И также не справлялась с этой задачей, конечно, академическая жизнь. То есть земной красотой. И вот в этом конфликтном пространстве возникает символизм. В литературе это, конечно, Блок, прежде всего, Брюсов. Но эквивалентом символизма литературы в поэзии является модерн. Модерн — это последний небольшой стиль. Понятие «стиль» включает в себя архитектуру, живописку, структуру, декоративную искусство. И есть принципиальные отличия европейского модерна и русского модерна. Достаточно вспомнить наверняка всеми хорошо известного Альфонсо Муху. Европейский модерн, он прежде всего связан с образом красоты. Эстетизируется поверхность, эстетизируется пространство, быть человеческим. А перед нами картина, которая выполнена в системе модерн, но занята она, как всегда, поиском смысла. Брубель, художник, не более решительно вступил в пространство символизма. А что это такое? Символ. Символизм делает видимым мир невидимым, мир духовным. Символ — ядро мифа. Миф — поэтическое осмысление мира. А где граница между видимым и невидимым? Человек ее проводит сам. Брубель вообще снимает эту границу. И перед нами совершенно очевидно, буквально осязаемо пространство духовной жизни. И Брубель очень востренно ощущал свое время. Если большинство современников воспринимало эти процессы, которые происходили в обществе, как социальные изменения, то Брубель чувствовал демоническую силу, вот эту темную силу, которая рвется из недр на поверхность. Через все его творчество проходит тема, связанная с демоном. Но вот тут важно еще понимать, что образ его, он многогранен. То есть, с одной стороны, это христианское представление о силе зла, а с другой стороны, Брубель говорил, что это дух, скорее, страстный и страдающий, не же падший ангел. Он соединяет слово «демона» с античной традицией, прежде всего с платоновским пониманием этой сущности. Демон — это послание к небесу, который ведет человека от рождения к смерти, путем земных испытаний, к познанию бессмертия и вечной красоты. И вот перед нами картина, которая внутри себя имеет противоречия, конфликт. Вот тот конфликт, который существовал в обществе, противостояние духа и телесности. Если мы вспомним картину Иванова «Евремя креста народу», то Иванов жил в тот период, когда не была еще в русской культуре утраченная вера в божественную природу человека. И у Иванова юноши идеальны. Они символизируют гармонию между духом и телом. А здесь мы видим, как тело сковано картинными рамками, не тесно. Дух, он находится в темнице. Он пытается разнутили, где эти границы на него не получаются. И могучему телу противопоставлено хрупкое лицо, духотворенное, почти подростка. По щеке стекает слеза. Но эта слеза сейчас упадет и прожжет камень. А здесь мы можем вспомнить благодаря этой слезе литературный образ, который также в Руберсе связался с своей живописью. Это образ Михаила Юрьевича Лермонтова, который написал поэму «Демон». И вот уже у Лермонтова, поэта-романтика, поэта начала 19-го столетия, заложен этот конфликт, который разобьется в живописи в Руберсе. У Лермонтова демон, падший ангел, пронзен божественным чувством любви. Прекрасные девушки. Но поцелуй демона, он смертоносил. И когда он поцеловал Тамару, она умерла. И вот он роняет эти слезы свои кустальные перед Керей и Тамарой, и они не прожигают камни. И вот мы видим этого прекрасного, но не человека, который царит над мирозданием. Он смотрит на краски заката, и сейчас густится мрак. И вот он тоскуя вспоминает. Рай, конечно. И все в этой картине, оно наполнено чудесными превращениями. Цветы напоминают дуузы армитистов. И живопись, она производит впечатление драгоценности. Написано это простыми маслами и красками. Но сияние удивительное. Врубель использует определенную технику. Он накладывает густые маски. Причем даже пишет некие, специально такой лопатковый стихий. Художник использует эту лопатку для того, чтобы чистить палитру от краски. А врубель накладывает этой лопаткой краску, и она получается граненая. А сверху на пасту он накладывает цветные лессировки. Лессировка – это прозрачная живопись. Когда масляная краска добавляется лаком. И вот что происходит? Сверх, проникая сквозь тонкие красочные слои, отражается от нижней поверхности. И создается вот это мерцание преграцентное. А есть ли мы истоки этого искусства? Конечно, есть. И врубель шел к этому открытию живописием достаточно долго. Ну, так как он человек из Марианской семьи, он первоначально получил образование в юридическом, был юристом. Достаточно поздно стал заниматься живописием. Поступил в академию художества, известную профессору Чистякову. Я хочу на этом времени сделать акцент, потому что Чистяков воспитал в таких крупных художниках, как Суриков, Репин, Вуснецов, Врубель и так далее. Список большой я просто не рассказывала во всех мастерах, потому что бессмысленно сейчас их напоминать. Так вот, это все крупные индивидуальности. Чистяков не создавал себе подобных, но он обладал способностью выявить в человеке его особую индивидуальность, его редкость, ментарь. А какой же был у него метод? Метод рисунка. Рисунок — это основа мастерства. К счастью, в национальной традиции образовательных и художественных рисунок до сих пор остается, так скажем, даже некой самоцелью, потому что на него, на мастерство можно нанизывать все, что угодно. Так вот, Чистяков учил не срисовать красивенькое, видеть что-то и подражаешь. А он учил аналитическому рисунку, то есть постигать материю, ее глубину. Он говорил, что все в мире состоит из форм, из цилиндров, цилиндров, сферы и так далее. Так вот, то же самое написал Сезанн в письме Пикассо. И Пикассо это превратил в систему, в рубль тоже, преподавательскую систему своего учителя превратил в метод. Кстати, любопытный факт. В 1906 году в Париже состоялось лист только 200 лет у русской живописи. Есть свидетельство того, что Пикассо стоял перед картинами в рубль, за долго их изучая, через какое-то время возникли первые кубистические произведения Пикассо. Я ни в коем случае не хочу говорить ни о первичности, ни о вторичности, но вот тут хотелось бы выявить особенности. Дело в том, что начало 20-го столетия, я уже повторюсь, это единое культурное пространство России и Европы. Пикассо работал по заказу Сержа Дягинова. Матис приезжал по приглашению Щукина, расписывал и привозил свои картины. Кстати, Матис говорил, что Щукина невозможно обмануть, я ему хочу второстепенные вещи предложить, а он только лучше их покупает. Морозов и Щукин, русские купцы, леценаты, они покупали европейское искусство, то, которое еще в Европе до конца не было созданного, то есть в такой безупречный глаз был. И русские художники, естественно, жили в то время в Европе, учились в Париже, в Германии учились. И вот это было единое пространство, оно взаимообогащалось. И был еще один толчок, один импульс для возникновения символизма Грубеля. Он после окончания Академии художеств едет в Киев, и там изучают византийские, византийские древнерусские мозаики. Вот смотрите, живопись, она похожа на драгоценную смайту. И в картине, которую мы сейчас с вами рассматривали, Грубель, конечно, не держится на границе гармонии. Но уже следующее его произведение, «Демон поверженный», свидетельствует о всем трагизме грядущего поведения. Эта картина несет в себе пророческие черты. Ибо «Демон поверженный» был написан в 1904 году. Забудок для первых благоценных крыльев. Если в картине «Демон сидящий» мы видели духа царящего над мирозданием, то здесь демон вернует в пучину хаоса, он раздавит вселенную. Пропорции изломлены настолько, что нам сложно понять очертания рисунка. Смерть уже наступила, но вечно живой дух не сокрушил. «Страшный свет рвется из магазина, победоносно сияет внец на голове демон». И обратите внимание, что его скрещенные руки имеют продолжение в виде крыльев. Глядя на этот лик, представляется еще одно существо – Серафим. Перед смертью Грубель часто писал Серафимов как напоминание о страшном суде. А демон, он окружен еще костром павлиних перьев. Вот в этом сумеречном пейзаже горном. Перья павлина написаны металлическими лаками. Они мерцают из глубины мрака. И почему он использует мотив павлинивый пирай? Это тоже в силу. В древнейшем крему павлин символизирует бессмертие. Мясо павлина не гниет. Оно сухнет, но не фиксируется. И с древних павлин символизирует метление плоти. И, конечно, это разговор о том, что в мире сталкивается добро и зло. Красота и безобразие. Все переплетено в этой картине. Мы не найдем здесь привычного понимания таких вот привычных категорий. Так же будет все сплетено в нормальной мраке. И красота Грубеля, она всегда рождается в борьбе между жизнью и смертью. Но сам Грубель Михаил Александрович, конечно, слишком близко подошел к этим силам. Это небезопасно для человеческой души. И демон поглотил Грубеля. Умирал Михаил Александрович в доме сумасшедших. В душевном больнике в полной слепоте. Но этот высокий живописец проложил дорогу для русского искусства уже в новом XX веке. И вот сейчас я вам сразу хочу показать следующее поколение живописцев. Вот буквально. Они просто и жили в одно время. Потому что Грубель скончался в 2010 году. И вот новое поколение художников. Смотрите. Это уже художники, которые вступили на дорогу авангарда. Это художники-ниспоргенгаторы. И вот их живопись. Вот оно. Смотрите. Общество просто содрогнулось от этого искусства. И что же послужило причиной? А очень многое изменилось в мире. В 19 веке поняли, что мир состоит из моряков и атомов. И вот все движется. Оказывается, что материя нестатичная. Инфессионисты начинают разлагать свет и света мозги. Кубисты начинают разлагать формулы. Как воспринимался мир человечества на протяжении тысячелетий? С одного ракурса. Человек стоял, шел, ехал на лошади. Вот одна картина мира, что во времена Древней Греции, что в 19 столетии. Одна оптика восприятия и рассмотрения мира. А тут люди сели на автомобили и поднялись на небо с самолетами, аэропланами. И не просто изменилась картина мира, изменилась скорость восприятия. И искусство естественным образом реагирует. Более того, высокое искусство – это то, которое не подражает жизни, а меняет жизнь в силу своих новых открытий. И вот в Италии появляются футуристы. Наши называли себя «будущим». Мы, собственно говоря, то же самое. И лидер итальянских футуристов – маринетти – они эстетизировали открытие технического прогресса, изображали мотоциклы, самолеты, разлагали материю на вот эти движущиеся плоскости, объекты. Они благословляли войну. Они ее звали, потому что считали, что война должна разрушить старый мир, и на его обломках возникли земли. Вот когда, правда, маринетти приехала в Россию в начале десятых годов, он был удивлен. Он сказал, я ехал в заснеженную страну, оказалось, что это вулкан. Но русские художники-авангардисты не нуждались в дружеском похлопывании или в комплиментах. Они уже давно для себя определили вот эту вот творческую стратегию. Но также во Франции был кубизм. И русские художники называют себя бубновым кубизмом. То есть они все сразу соединили. И вот выдали, конечно, ряд выставок, создали объединение. Первоначально назвали они себя бубновым валетом. Или мы называем еще бубновые валеты. Там было несколько человек. Это жаргонное выражение. Бубновый валет — это карта игральная. И бубновыми валетами в то время называли арестантов, преступников. Или же картежных шулеров. И вот перед нами картина Ильи Машкова. Он говорит, я все-таки бьюшка, юноша, получивший прекрасное образование. И вот он себя поначалу поддерживал. Он говорит, я все представлял нового валета. Он ничего не боится, никого не боится. И вот они начинают не просто эпатировать публику. А вот подобное искусство, оно просто оскорбительно было для вкусов, которые существовали долгое время. Была точная система, каноны, символы, представления о том, какое должно быть искусство. А тут мы не видим ничего того, что было прежде. Откровенные краски, грубая форма. Причем они начинают намеренно использовать такие бульгарные, грубые мотивы. Вот это уже дамы с китаянкой. Знаете, за дамой ширма китайская, но они так похожи, что здесь нет разницы между декоративным искусством за спиной и живым человеком. А вот теперь давайте посмотрим на портрет Якулова. Это был такой театральный художник, известный. Кавказец по происхождению, как из него Машков изображает, с кинжалами, пистолетами, саблями. Вот такая поза, которая напоминает нам восточную. И обратите внимание, Машков, который получит хорошее образование, он умел рисовать, он знал анатомию, но он намеренно нарушает пропорции для того, чтобы достигнуть выразительности. Цвет. Вот смотрите, он использует цвета светофора. Красный, желтый, зеленый. Достигая максимальной такой вот интенсивности, контрастности, но в то же время это живо, потому что он их примеряет серо-коричнево. Вот. И теперь давайте посмотрим, очень мне нравится эта картина, надеюсь, что вы со мной согласитесь. Здесь автопортрет художника Ли Машкова и его друга Кончаловского. Прошу прощения. И вот вообще школа, центр художественный из Петербурга смещается в Москву, на почву, на историческую культурную почву. И московскому скотину вот этим новым балетам, им сложно такая, знаете, даже какая-то избыточность всего, вот эта яркость, насыщенность, темпераментность. Они все и физически даже были богатырями. И вот Машков здесь, конечно, демонстрирует эти атлетические торсы, но знаете, как смешно, сколько здесь юмора в этой картине. Они находятся, давайте их силачами, находятся в мещанском интерьере. И все за ними там картины в бавальных рамах с цветочками, открытые фортепиано, там ноты с испанской музыкой. То есть в этой мещанской, скучной среде человек всегда мечтает же о страстях. Вот на крытая скатерть цветочная, на ней стоят фарфоровые чашечки. И вот вдруг в этом интерьере два обнаженных человека, один ноты держит в руках, а в другом скрипочку. То есть они собираются музыцировать. В носках, а рядом с ними двери. Ну вот, конечно, замечательно. Это не могло оставлять равнодушными. Ворошин, поэт и художник, говорил, портреты имели вид ужасающий. И еще одно воспоминание критика. Третьего дня был в сумасшедшем доме, среди гульно-понежных. Короче, был на выставке в Новый Валет. И после натурщиц Машкова и Франтов, ну красавцев Леонова, глаз отдыхает даже на извозчиков и уличных девках. Все же они не столь безобразны. Ну действительно, это отношение, предложенное женской натуре, в корне изменилось. Помним, что было до этого. Были прекрасные богини в эротических ходах. А здесь изломлены и пропорции, и конгренозного цвета тела. Причем Машков намеренно раскрашивал тела женщин, своих натурщиц, и писал их с натурой. Так что это было вовсе даже не выдуманное цвета, это натурное изображение. И Лорионов, ну вообще все они, эти художники в Новый Валет, они обращаются к народной, к музовой культуре. Они к крестьянскому обращаются, к народным картинкам, игрушкам, вывескам. Вот, пожалуйста, опять Машковская вещь, синие сливы. Здесь явное обращение к вывеске. Но было же не только негативное в их манифестах, в их жестах, в их диспутах, которые заканчивались драками. Они, у них была созидающая сторона, и прежде всего они стремились вернуть живопись и ее, но ее отличительные особенности. Линию, красочную фактуру. Вот они начинают получать удовольствие от самой поверхности красочного холста. Но первым же это сделал Сезанн. И вот рядом в Ново-Валет, они себя называют русскими сезонистами. Но, кстати, вот именно это обстоятельство привело к расколу между ними. Потому что часть, наиболее, никаких решительных художников, они абсолютно обратились к национальной традиции. Но вот сейчас я вам хочу показать автопортрет Аристарха Равентуева. Он тоже в Ново-Валет, такой мабучий человек. Вот он, портрет нелишенного иронии. Он себя здесь демонстрирует как какого-то деморга, не человека, а чудовище. Посмотрите на его руку, похожую на лапу. Он в демонстративной позе, за ним вращаются светила, и что это космос, а над головой, возможно, нимф. Но это художник, который вот как раз ярко демонстрирует кубофутуристические особенности живописи того времени. Его картины, они связаны чаще всего с пейзажами Москвы. Это вот радужные свежения. Москва пестрая, яркая, ярмарочная. И перед нами храм Василия Блаженного. Мы видим этот храм на картине Путер-Стрелецкой сказки. Посмотрите, что делает Ленкидовов. Как написал бы храм художник, предшествующий его? Он бы занял определенную позицию. Он бы написал вертикали и горизонтали. Мы увидели бы линейную перспективу. Но здесь нет ничего. Разные точки зрения. Вот как мы воспринимаем в реальной жизни архитектуру? Для того, чтобы рассмотреть объект, нам нужно его обойти. То есть включается категория времени. И вот мы смотрим на храм, и мы понимаем, что мы вокруг его отходим. И одновременно вот он парит, поднимается над землей. И картины лентула, они выполняются звоном, гулом. И вот этой московской жизни. Посмотрите, что в центре изображен звонарь, который раскачивает язык огромного колока. Это колокольный Иван Великого архитектура московского Кремля. И ликуют краски. Они очень праздничны. Вообще вся его живопись, она темпераментная. Не менее темпераментная была. Другая художница. В конце 19-го столетия русские женщины получили возможность учиться живописи. И сразу целые плеяды возникли. Художниц, их даже назовут один термином, русские мазорки. Они не были феминистами, они были замужем в семье. Но настолько они были творчески обдавлены, что многое сделано вне с мужчинами. Так вот, Наталья Сергеевна Венчарова происходила из аристократической семьи. У нас есть Наталья Николая Матушкина. И вот Наталья Сергеевна прямой потомок жены Александра Сергеевича Венчарова. Она наиболее известная, конечно, авангардистка на Западе. Потом после революции она жила в Париже. И по этой тоже причине. Как ее описывали современные люди. Как девушки с хорошей семьей. Она стройная, стройная, зачесанными, лаковыми волосами, умными глазами, сдержанными людей. А Гончарова как себя изображает? Как простолюдинку. Причем обратите внимание на ее руку. Это рука рабочего человека. Она поступила в Московское училище живописи, военноизучества. Она факультет скульптуры сначала. Она была скульптором. Потом заняла жиры. Работоспособность была просто невероятная. Она постигала искусство. Пока она какой-нибудь стиль не вырабатывала до конца, как горную породу, она не останавливалась. Она занималась импрессионизмом. И написала множество картин. И так далее. Бизнес, изонизм, экспрессионизм. Когда ей было чуть более 20 лет, она устроила первую персональную выставку, на которой продемонстрировала 800 картин, исключая рисунки. Так вот, Гончарова, она последовательно, изучая европейские приемы, шла к собственным выводам. И она говорила, я взяла от Запада все, что могла, а теперь мой путь лежит на Восток, к истокам мирового цивилизации. И если ее коллеги европейские ищут культуры, не тронутые европейской цивилизацией, коген ездит в Полинезию, к АСО обращается, к африканскому искусству, то русские художники не надо никуда ехать. Им нужно было только, вот опять же, метафизикой, им нужно было погрузиться вглубь собственной традиции. Что и делает Гончарова. Она создает крестьянское усилие, очень эмоциональное живопись. Это называется деление холстов. Женщины соткали изо льна тканей, а летом они их выкатывают на ярком солнышке на зеленой травке. И вот холсты вывериваются под солнечными лучами. А мы видим уже солнечный вечер, солнце сел за горизонт. Вот слева в красной рубахе женщина несет рулон. Смотрите, как мы ощущаем физическую тяжесть. Вот ее ноги мощные, выразительные касаются земли. А справа крестьянка, которая сматывает пол, ее натруженная спина. Она очень точно передается. Вот реализм, он такой выразительностью, тот реализм, который он был до этого, он не обладает. И это все связь с народной традицией, с такой вот исконностью. А теперь давайте посмотрим на сборщиков хвороста. Это уже земляки из наших. Вы знаете, на людей, которые ее несут из замки хворства на спине, они сгибаются не только от тяжести от мороза, их тела сжимаются, а наверху огромное небо, студеное дерево с ковкими ветвями, и расцветает оно зимними цветами. И это тонкая живопись, строящаяся на серебристо-серых оттенках. Здесь синева выходит, а она такая очень благородная, тональная живопись, которую использует Гончарова. Крестьяне в ее картинах, они двигаются тяжелой поступью, они застывают, как идолы, они впервые, если их глаза куда-то там, куда-то вдали, или вообще в бесконечность. Они совершают некие ритуальные действия, даже такое ощущение, что они совершают жертвоприношения, древние обряды. И вот Гончарова изображает своих персонажей в таких характерных занятиях, которые были и любят вечно, пока человек живет на земле. Вот он возделывает темы. Но накануне Первой мировой войны Гончарова создает полиптик, состоящий из девяти картин. И называет она его «Жатва». Это тема апокалипсиса, конца света. Но она использует евангельскую притчу о добром человеке, который засеял поле пшеницы. Не пришел злой человек и разбросался на сорняков. И когда взошли колосья и сорняки, то работники пришли к доброму человеку, к хозяину, и сказали, давай мы сорняки-то уберем, на что добрый человек сказал, не стоит. Ибо вырывая сорняки, вы можете вырвать и колосья. Мы подождем до времени. И когда колосья созрели, их собрали, сжали вместе с сорняками. Но зерна положили в житницу, а сорняки бросили в огонь. И вот мы видим эту сцену очень экспрессивно. Солнце превратилось в черную звезду. И с неба падает острый серп, он косит не только колосья, но и человеческое тело. И живопись эмоциональная наполнена этим внутренним огнем. И вот птица Феникс. Смотрите, тут, конечно, нельзя не вспомнить Фиопана Грека, но и там она ци немножко другая. Она скорее позитивная, нежели острошайшая. Бодрая птица, знаете, какие когтистые лапы, захватывающие ее воздух. Гордо поднятая голова, яркие, ликующие краски. Она использует дополнительные цвета для того, чтобы зажечь живопись. Она желтая, сочетается с синий-фиолетовым. Вот это дает внутреннее такое вот горение живописное. Но она же, одна из первых, подошла к беспредметному искусству. Вот ее картина «Пустота». К сожалению, осталась Гончарова незамечена вот в этой области ни коллегами, ни критиками. И пальма первенства, и это бесспорно принадлежит другому человеку, Василию Камиловскому. Ну вот я сейчас покажу сразу его работы, чтобы вы могли его вспомнить. Вот, позиция номер 7. Он первым, конечно, пришел к беспредметному искусству. В 2010 году он сделает первую свою акварель. Абстрактную. В 2011 году пишет книгу о духовном искусстве. Он думал не только художником первого открывателя, но и крупным теоретиком современного искусства. И вот, когда мы смотрим на лицо этого человека, и намеренно вам поставил фотографию, то так сразу Антон Павлович Рехов вспоминается. Да, такой типичный русский интеллигент 19-го столетия. Но не все так просто. Вообще, вот, биография многих людей, она, конечно, скрывает в себе тайны. Так вот, прадед и дед Кандинского были настоящими разбойниками на большой дороге. И дед его сидел за свои излодеяния. Там, в Сибири, после каторги он стал купцом, и уже приехал не в Москву, купцом первой гильзы, очень богатым человеком. Отец Василия Кандинского был вполне благопристойным гражданином. Сам Василий Кандинский поступил в Московский университет и юридический факультет, заметьте, закончил. И именно тогда в университете он стал мечтать о карьере живописца. Но размышлял, что физически он слабоват для этого непростого пути. Все-таки решитель. И в 30 лет, достаточно поздно для начала творческого карьера, он отправляется в Мюнхен, в школу Ажго. И вот до сих пор вопрос не решен, и, видимо, он никогда не будет решен, к какой стране принадлежит художник, Германия или Россия. Ну, наверное, нет смысла выяснять родство. Кандинский действительно жил между двумя странами изначально, но потом уже в силу революционных всяких событий вынужден был всегда покинуть родину. Так вот, Кандинский, он в Германии после окончания школы Ажго создаёт объединение синих садиков, где вокруг него объединяются немецкие экспрессионисты. А впоследствии Кандинский будет преподавать в известной школе дизайна Баухаус. И вот, вы смотрите, как он шёл к своему окончательному выводу. Это экспрессионистическая жизнь. Чем отличается импрессионизм от экспрессионизма? Импрессионизм связан, прежде всего, с изображением видимого мира. А экспрессионизм — это искусство, которое характерно для немцев в русских. Это размышления о внутренних каких-то переживаниях, об эмоциях, о страстях. И вот однажды на закате Кандинский пришёл домой. И в начале заходящего солнца перед ним представилась удивительная, ошеломлившая его картинка. Перед ним был холст, который сидел вне обыкновенной красками. И что это? Это он пишет свои воспоминания. А это оказалось его собственное произведение, только стоящее на боку, перевёрнутое. И тогда он понял, что без предметов, что изобразительность, предметность, сюжетность вредит его искусству. И вот что собой представляла картина вплоть до 19-го столетия? Это окно реального мира. То есть картина стремилась отразить то, что видит наш окна. Беспредметное искусство, оно обращается к самой сути жизни. Оно обращается к таким окончательным образом, который не имеет литературности, не имеет никакой повествовательности. И вот перед нами картина «Озеро». Это переходное произведение, как вы видите. Ещё здесь можно угадать лодочки с грибцами. Вдалеке замок, но всё вокруг, оно уже начинает переживать странные метаморфозы. И что до художников начала 20-го столетия не было беспредметного искусства, когда оно было, начиная с древнейших ремонт, орнамент. Это ли не беспредметное искусство? Но орнамент связан с лодкой. А у Кандинского было одно открытие. После университета он... Я сразу включу эту композицию номер 7. Это было очевидно. Сразу после университета он по заданию своей юридической карторы едет в двухую деревню. И вот он пишет. Вошёл я в избу, и меня обступила живопись. Он вошёл в крестьянский дом. Лавки, столы, печка. Всё расписано размашистыми, яркими красками. Иконы и народные картинки, улочные картинки на стенах. И вот я вошёл внутрь живописи. И он поставил перед собой подобную цель. Не случайно он связывает цвет с музыкой. Музыка – самое абстрактное искусство. Оно ничего не изображает. Образы рождаются в нашем голове. И вот Кандинский, он стремится достичь вот такой интуитивности именно в живописи. Он разрабатывает встроенную систему. Он вообще написал много трудов. Изучает цвет, воздействие цвета на человека. И вот перед нами предстаёт эта композиция. Нельзя сказать, где здесь свет, где низ. Нарушаются законы гравитации земного протяжения. То есть это неестественное. Здесь нет никаких подголосков даже классической картинки. Здесь нет главного и второстепенного. И вот всё наполнено этими духовными сущностями, как говорил Кандинский. Посмотрите вот эти цвета. Но живопись – это феноменально. Это огромный холст. И когда перед ним стоишь, вот как говорил Кандинский, «Только не думайте перед моими картинами, не анализируйте, чувствуйте». И вот есть ощущение, что вот эта картина, она действительно тебя вберёт в своё пространство. Она тебя окружает своим цветом. И посмотрите, ни один элемент не имеет такой замкнутости. Всё совсем взаимодействует. И картина, она живая. И вот всякий раз с равным настроением, в равном состоянии подходишь к этому холсту. И совершенно новые впечатления. Вот живая живность. Но параллельно с Кандинским работал другой художник – Казимир Малевич. Кстати, есть одна особенность. Я вернусь к автопортрету, позднему. Вот русские авангардисты, несмотря на свою жёсткую радикальность, они так или иначе в конце возвращаются опять к изображению ценностей. Человек состоит из трёх ипостасей – тело, душа и духа. Но не может представитель русской традиции заниматься только слухом. Но не может она ответить на все те вопросы, которые стоят перед формой человека. И вот Кандинский, Малевич, мы будем говорить ещё о Фулонове, о Петрове Водкине – это люди, которые ставили перед собой задачи больше, чем исследования искусства. Это были посвятители. Они действительно считали, что своим искусством они способны изменить мир. Кандинский говорил о духовной эре, о XX веке. Правда, потом жизнь растаяла всё на стоянный старт. И когда он, активно принявший участие в социальных изменениях после революции, разочарованно уезжает из России в Германию и попадает в фашистскую, потом в Германию, то у него, конечно, много было разочарования в жизни. Но Малевич тоже любил их, хотя он был наиболее востребован молодой советской властью. И здесь, вот в этом автопортрете, Малевич себя демонстрирует как художник-эпоха возрождения. Действительно, это человек, который создаёт новую азбуку, новый язык живописи. Вот что собой представляла картина Дома Малевича? Это театр. Картина как театр. Разыгрываются некие сцены, да, вот отражение мира. А что делает комитет? Он пишет чёрную программу. Он создаёт супрематическую живопись. Доминантную живопись. Доминанты чего? Доминанты цвета. Ну что не было открытых цветов у художников, предшествующих традиций, конечно, не было. И Гоген, и Матис, и Ван Бок. Но совершенно иное отношение к цвету. У всех художников, форда, у кубистов и у футуристов, цвет всё равно связан с изобразительностью. Он всё равно что-то изображает. А здесь ноль, форум, ноль содержания. Действительно, Малевич вышел в ноль, в абсолютный ноль. Он создаёт цветоформу. Но о чём это? Об энергетике цвета, о его самостоятельном воздействии на сознание человека. Вот этот чёрный квадрат — это сбуток, это такой концентрат, это формула. Это та азбука, тот язык, на котором заговорит искусство XX века. Дизайн. И как возникла эта картина? Она возникла как открытие. Если Кандинский поступатель нашёл путём открытия, то Малевич это произошло как открытие. Его друзья, единомышленники, поэт Кручёных и композитор Матюшин, мы с повергетелем, они решили поставить оперу «Победа над Солнцем». Ну с чем будут бороться? А он гордится с Солнцем, конечно, с чем ещё бороться. Солнце воспринимается не как светило, а как аполлоническая культура. То есть Аполлон — бог Солнца, бог искусства. И вот предшествующая традиция, она связана с Аполлоном, с Солнцем. И они создают оперу «Победа над Солнцем». Вообще страшные, конечно, были манифесты. Если взглядеться в грудь, то то, что происходило в искусстве, вызвало к жизни те социальные изменения, которые пережила, конечно, страна. И вот Малевич писал декорации для оперы. И вдруг они состояли из множества форм, в том числе геометрические. И вдруг он увидел в среде вот этих форм черный квадрат. Он взял записанный хвост и на нём написал эту картину. Впоследствии Малевич напишет ещё три копии, но ни в одной из них он не достигнет энергетического воздействия, которые имеют первоначальный квадрат. Естественно, никакой экран передать вот это излучение энергетическое, гром и молнии, которые идут от этого квадрата, не может. Более того, посмотрите, это не совсем и квадрат, и не совсем и ничего. И были таланты крокелюровыми вот с такими трещинками, а оттуда светится красное. Вот сейчас все следователи думают, это сделано на речь специально и получилось случайно. То, что красное из-под чёрного светится, в этом же есть определённый смысл. Да и смотрите, такая абсолютная форма, квадрат фигурного покоя, фигурного вечности. Что такое чёрное? Это максимальный концентрат света. То есть вот в своей максимальной концентрации белый свет, он становится чёрным. А белый, это и есть белый, та пустота про материю, из которого рождается вообще весны, вечная на вечную. И что же происходит? Амалевич накладывает идеи европейской живописи на русскую икону. И он выходит вот в это вот пространство нулевое. Действительно, Малевич говорил, я написал икону нового времени. Это выставка 15-го года, субрематическая выставка, где Малевич демонстрировал впервые свою картину. Смотрите, он как её разместил. В красном углу. В флавославном думе, в восточном углу, находятся иконы. Образы Бога. А потом написал икону нового времени. Икона без образа. Без образа. Игра слов. Безобразная икона. И вот это действительно произведение нового времени. И сопровождена была эта картина множеством произведений, тоже субрематических. Он выделяет лаконичные формы. Крест, круг, квадрат. Ну и производный. И лаконичные цвета. Он создаёт вот эти цветофоры. Но для чего это всё идейно было? Малевич первый понял, что время индивидуального восприятия мира, оно закончилось. А наступает время массовой культуры. Это же всё очень очевидно. Супрематические люди, в супрематическом пейзаже, без лиц, без индивидуальности. И он приходит, конечно, вот в таком вот максимальном проявлении своих идей. Это белое на белом. Но всё это, конечно, закончилось. Потому что 1932 год, постановление цикла и запрет на все гангардинские течения, на все направления объединения. И Малевич, он в 1927 году под приглашением в Ау-Хаус и едет в Германию, везёт с собой все работы, все архивы. Видимо, рассчитывал остаться. Действительно его пригласили. Но эти мои власти шепнули, что что-то на ухо. И у него сдалась семья, ученики. Он вернулся. Ну, к счастью, он умер в 1935 году, даже до 1937 года. Но, тем не менее, конечно, вот то, что происходило вокруг, но это было и дело его, потому что он создаёт институт, он у него много учеников, он провозглашает это революционное искусство. И надо сказать, что, конечно, опыты его были очень необходимы. Вот для современной цивилизации, опыты, которые проводил Малевич с светлой формой, они используются сейчас в медицине, в нашей повседневной жизни. Допустим, он исследовал воздействие белого на сознание человека. Оно всякий раз противоречиво. Допустим, в больничных условиях белый цвет он травмирует человеческое сознание. И именно Малевич придумал одежду для врачей малахитого цвета. А жилеты оранжевые, для дорожных рабочих. Это тоже его изобретение. Допустим, он делал выгрыбки. Эту одежду он называл прозадельку, производственной одеждой. А вот еще в своем институте он делал такие вот выгрыбки и ставил эксперименты. Безобидные, конечно. Вот маленькие помещения, которые выкрашивались разными цветами. И туда садели людей. Ну, с каким-то делом они занимались. И он изучал, как цвет, нахождение в цвете локальном, допустим, действует на здоровье человека. Но, конечно, много было чего положить, но идеи были во многом пророческими. А вот сейчас перед нами портрет, исполненный художником Филоновым. Он несет в себе такие автопортретные черты, но это не совсем Филонов, я вам хочу показать человека. Он тоже пролетарий из пролетариев. Он происходил совершенно такой вот независимый художник, который совершил революцию. Революцию в живописи. Вообще, даже не столько в живописи, сколько в сознании. Это еще одно имя. Ну, давайте мы тогда небольшой перерывчик вам совсем немножко остались. Спасибо. Ради на том числе его дома тушилом зажигательным губам. И этот художник, который считал себя пролетарским живописцем, революционным живописцем, и даже когда подвергался он в конце 20-х годов откровенной травле и требовали его физического уничтожения, он все равно был верен идее. И он так же как и Кандинский мечтал о духовной эре человечества. Он написал серию картин «Вот в мировой рассвет». Живопись этого художника имеет совершенно противоположное понимание между классическими. Если классическое искусство идет от большого к малому к частным деталям, то Кандинский говорит, как из зернышка вырастает дерево, так и из атома живописного, из атома мазка вырастает картина. Он создает аналитическую жизнь, даже, скажем, органическую. Его картины рождаются из этих многочисленных деталей, многочисленных массов кухов, в которые он забивал цвет, рождается вот эта картина странного, фантастического мира. называется произведение, на которое мы сейчас с вами смотрим «Корабли». И на корабли тех, которые прыгут по морю, а здесь густая вязкая жижа, в которой находятся корабли, над ними не раздуваются полоса от водного ветра, а раздувают коричнево-фиолетовые тряпки, и все наполнено множеством множеством человеческих существ, многорунких, многоногих, многоглазых, и это не в туризме, это вот в туризме изображали много-много ножек, допустим, у собачки, и изображая тем самым движение, но нет, вот это многорунчие и многоглазие это образ людей, которые занимаются монотонной, бессмысленной работой, они загромождают свое жизненное пространство утилитарными предметами, они закрывают себя от истины, Солнца, и Филонов тесно связан с теорией Николая Федорова, философа-космиста, вот Циолковский, восприняв идеи Федорова, создает космический корабль, философа-космистер. И о чем говорит Федоров? О чем много было интересных фантастических идей, которые в конечном итоге реализовались, вплоть до имен. Так вот, Федоров говорил, что человеку из его камеры жизни нужно выйти на палубу мироздания, увидеть небо со звездами, увидеть космический океан, и тогда соединившись с вечностью, он постиг тайны для тебя. Федоров говорил, что нужно возродить всех отцов, но на земле места не хватит, и потому нужно будет осваивать космос. И так как он размышлял об отцах, прежде всего он вспоминал собственного, то это поражает мысль материально. Первый человек, который прилетел в космос, Юрий Гагарин, а отец Федорова был по фамилии Гагарин. И эта картина, которая говорит о том, что человек на молекулярном уровне способен менять свою жизнь. То, как он живет, как он мыслит, как он чувствует, формирует материальное пространство вокруг. Но есть выход в мировой рассвет. И вот перед нами другая картина Филонова, это первая симфония Шостаковича. И посмотрите, здесь она наполняется, ну вот я сожалею, что цвет очень тонкий, строящийся на холодных конечно оттенках. И вот из мельчайших грамм кристаллов начинают поступать вдохотворенные лица. Они не имеют классической красоты, но они вдохотворены внутренним светом. Еще одним поэтом, был художник, хорошо известный в мире, это Марк Шагаус. По рождению он был Моисей, и сам он себе дал это имя, Марк. так же как он своей возлюбленной жене дал имя Белла. И вот сейчас в списке самых известных художников двадцатого века три главных книги. Первый это Петра, второй Батист, третий Шагаус. И конечно часто в источниках он называется французским художником, он 60 лет прожил во Франции. Но как говорил сам Шагаус, он в общем этот спор решил. Когда он расписывал плафон в Париже Ран-Допера, то он изобразил в этом плафоне свой родной Витебск и Париж. И он также говорил, я участник всех современных процессов в искусстве, стоял к этим процессам в спину, а лицом я был повернут к родине. И вот он всей своей жизнью, всем своим искусством воспел родной Витебск. И перед нами картина, которая является бесспорно шедевром Шагала. Здесь он изобразил себя со своей любимой Беллой, который только три раза на нее написал с натуры, а всякий раз это были поэтические область запарящей женщины. И мы видим с вами двух влюбленных летящих на лесах. Внизу провинциальный городок, с его обычной жизнью, такой микрокосмом. Там домики, у забора висел человек справляются с ним. Вот эта обыденность, не воспринимается здесь пошлое, но это повседневное, земное, материальное человеческое жизнью, человек способен воспарить. И вот Шагал использует приемы европейского искусства, это и футуризм, и тубизм, но этим направлением был чужд веризм, вообще какая-либо поэзия. И что же делает Шагал? Он берет инструменты, наполняя их особым политическим содержанием. И это ему дает возможность передавать то, что не видит физически обычный человеческий глаз. И посмотрите, как изображена Белла. Она летит как будто в полусне, своей рукой она задает движение, а Марк, он ее и удерживает, и в то же время он держится за нее. И нога сейчас зацепится за крышей домов, то есть он все-таки ближе к земле. Благодаря Белле он занимается на полусах. И вот еще одна работа венчание. Мы видим Шагала с его супругой, их объединяет ангел. Несмотря на то, что у него красные крылья, но это не устрашающий Серафим, а вот такой добрый ребеночек, который притягивает своими маленькими ручками голову любящих друг друга людей. Шагал смотрит на Беллу, а ее взгляд уже равно куда-то так влюбь себя и на щеке поступают очертания еще не родившегося, но ожидаемого ребенка. А там великий домик, в котором накрыт стол, в инфляционное пространство озаряется человеческой жизнью, человеческой любовью. художник, ну вот, еще один художник, поэт, Петро Кузьма, плоти от плоти, представитель национальной культуры и по рождению, и по своему кубку. И перед нами картина купания красного коня. Если художникам-символистам было свойственно создавать авторский миф, допустим, как вырубили, то Петров Водкин двигается к универсальному символу. Он использует современные ему приемы художественные и соединяет их с иконописной традицией. Вот вспомните, мы смотрели с вами кону Бориса Глеба на конях. Черный и красный конь. Вот есть в природе красные кони? Нет. Но они есть в коне. Конь огонь. Но если бы конь Борис и Глеб неледили единство всадников и коня, и это гармоничная связь, там абсолютное бесстрастие. То есть здесь мы понимаем, что вот этот конь, это природная страстная стихия. Мы понимаем, что это разговор не столько о наезднике, это не бытовая сцена, это образ философский. Вот этот конь как стихия, которая может быть взнуздана. Смотрите, как он поднимает копыта, как он храпит, раздувая ноздри, косит глазом на ссадника, а выседает на него не герой, не богатырь, мальчик-подросток. И чем он удерживает этого коня? Ну, явно не физической силой, и не волей, и не интеллектом, а своей духотворенностью. его золотистое тело, оно источает свет. И вот Петров Воткин, он написал эту картину в 12-м году, а когда началась Первая мировая война, в 14-м он сказал, именно об этом написал я своего произведения. Потом в Красном Стане видели и образы грядущей революции, гражданской войны, но вот эта картина, которая, ну, она нашла абсолютно попадания в русскую историю 20-го столетия. И все-таки закончить мне хотелось бы другую работу Петрова Веркина, потому что она как раз передает все-таки вневременное ощущение русской культуры. Здесь мы видим уже взмывшего в небо красного коня, а на нем выседает всадник, который пребывает и в восхищении, и в удивлении, созерцая окружающий мир. Вот на это глупо вопрос. Спасибо большое. Сергей, пожалуйста, вопрос. У нас же был вопрос на прошлой лекции, да? Вопрос ссылки, по-моему, важен о выставке. Подождите, как мне сейчас что-то напряжено, что помогите, надо найти другую это все я нашла. Все. Вот сейчас я ... Я... Да, это вот событие совершенно недавно прошло, событие нашего января, разговор о выставке Серова, как я думала, вы догадались. Смотрите, даже фотография передает, как холод. Очень холодно. это очередь. Пять часов люди стояли для того, чтобы попасть на выставку Валентины Серова. На морозе привозили полевую кухню. В общем, конечно, очень много было пролито грязи в связи с этим событием, как только этих людей не называли. А зачем они стояли? Они стояли ни за водкой, ни за компасы. Они стояли на выставку русского Валентина Серова. А зачем они стояли? Они стояли для того, чтобы обрести свою собственную односторонность. Потому что сейчас, конечно, Россия находится в историческом бурне. Исторический вызов. И люди ищут свою идентичность. И вот благодаря этой выставке произошло соединение поколений. И знаете, так как я вяжу эти картины каждый день, то мне даже было любопытно смотреть на живописи на людей, которые туда приходили. И вот такое ощущение, что картины заговорили. Вот та Россия, та, которая, казалось бы, уже всегда ушла от нас, она вдруг посмотрела в глаза новой России. И ничего замысловатого в этой живописи, конечно, нет. Но это то, что потребовала душа. И вот перед нами девочка с песками. Дочка по писателям ворончам мамы. Картинка называется не Вера Мамонтова, а девочка с песками. То есть это разговор вообще о человеке, о личности, об окружающей его среде. Верочка изображена в отчим доме. Валентин Серов, а он на тот момент, ему было всего 22 года. Он ничего не знал о споре, который вели его старшие художники передвижники. Они ожесточенно выясняли вопрос, как достигнуть светлости, легкости, непосредственности в живописи. Это очень скажу мне, конечно, слайд. Но при этом не потерять вот тех смыслов, которые характерны русским искусством. И Валентин Серов до этой картины не видел ни одной импрессионистической вещи. Он совершенно самостоятельно приходит к выгодам, которые делают французские живописицы. Все здесь строится на рефлексах, на сложных оттенках цветовых. Но самое любопытное, что то, как трактовал образ Веры, Валентин Серов очень повезло, что Верочке на этот момент было всего 12 лет. Она уже не ребенок, но в ней приступают новые черты. На наших глазах девочка превращается в девушку. Вы знаете, щечки еще припухлые, а взгляд уже девический. Жест рук тоже такой уже взрослый человек. За ее плечом изображен солдат. Этого солдата Валентин Серов расписал сам подарил Вере. Но она уже не играет, он стоит в углу. А в руки он вкладывает персик, глядый, как его душу. Персик, он выход на очередь. И мы не только видим, мы еще осезаем. Мы слышим из руки старого булма. И вот все в этой картине наполнено жизнью, подлинное, настоящий желание. А следующая картина это «Девушка с еще на солнце». Это Маша Саманович, двое сестра Валентина Серов. Девочка с персиками Серов сразу же сделала знаменитостью. И вот на следующий год он пишет свою сестру. Маша понимала, что брат создает новый шеневр. Все лето, три месяца изо дня в день она позировала Валентина. И их связывали близкие, дружеские отношения. И Валентина Серов даже говорил, в 14 лет он не признался Маше, для тебя Маша, я даже не знала, что с девочками о чем-то можно разговаривать. Но когда Мария позировала, они не висели. И эта картина писалась долго, вот он достигает импрессионистического эффекта, явно выраженного открытия замечательная, но вся эта техника живописная, она причинена одному образу девушки. Вот как мы уже с вами говорили, в русской культуре в портрете женщины и девушки важной является не внешняя красота, а внутренняя. и вот эти удивительные глаза, которые смотрят на нас. Прошло очень много лет, Мария Яковна составилась, и в ее дом пришел один молодой человек, он увидел репродукцию этой картины на стене, и спросил, кто это, он узнал, изменившаяся лица, Мария Яковна сказала, это я, юноша, сначала смутился, а потом сказал, глаза те же. И вот эта картина была сразу же приобретена Павел 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 Сейчас я хочу показать портрет Остроухова, близкого другого человека. И очень деятельно коллекционером, благодаря ему сейчас Витяковская галерея обладает ценными иконописными призами. Он одним из первых начинает изучать икону древнерусскую живопись. Так вот Остроухов он здесь изображен освещение солнцем в очень динамичной позе. Вы знаете, какой интеллект мы понимаем, как движется мысль в его голове освещаемое солнце. Но Серову упрекали в том, что он подражает европейцам. Цорну в качестве в частности. Но Серов говорил, я вам не цорну, чтобы пуговицы писать. Почему он так сказал? Мы беседовали на эту тему. он подчиняет форме прежде всего содержания. И вот другой портрет Исааковича Альвитана. Вот я не могла показать всех. Остроухов художников пейзажистов левитан. Ученик сообраз это тот, кто заговорил о тайне души через пейзаж. И совершенно это таинственное лицо глазницы уводится в тень. Несмотря на то, что на первом плане золотистое кресло, оно источающее свет, но это кресло становится экраном, который закрывает от нас человека. Мы до конца его разгадать не сможем. А вот Константин Королин. Вообще блистательный профессионист. И посмотрите, как иначе-то актован это уносит. Королин не любил жену, он любил искусство. И тут же нас вовлекает художник в дружеский круг Королина. А вот Римский Корсаков композитор, который подарил миру совершенно новые звуки. Римский Корсаков был военным моряком. И как никто он смог изобразить морскую стихию, он смог передать морскую стихию звука. Когда смотришь на этот портрет, такое ощущение, что перед ним ненужные листы приворачиваются, взбираются в волны. И на наших глазах выражается гениальная музыка. Это передается не только через лицо, через жест рук. А вот сейчас перед нами портрет Юны Воловой, великой русской актрисы. Мария Николаевна была написана в дне ее юбилея 35 лет ее творческой деятельности. Она пробивалась на сцену с 17 лет. Представьте, эта поза неавистократ живут. Жест почти мужской был. И ерунгологи пишут вверх. Она доминирует в пространстве. Представьте, какая осанка. Вот эта осанка, которая говорит о человеческом достойнике. и нет здесь лишних предметов, только зеркало. Театр и зеркало жизни. Но в зеркале не отражается эрмола, отражается верхняя часть репетиционного зала, и это раздвигает пространство. Вот этот взлет духа, который смог передать Сироп в этом портрете. А вот перед нами Зинаи Николаевны Юсуповы, аристократка. И Юсупову очень взбил Сироп, он ее часто писал, портреты имя семьи. И она была наследницей огромного состояния. Обладала редкими сокровищами, и в том числе жемчужине полеглина. И вот Сироп изображает ее подобно жемчужине в перламутровом обрамлении. За ней мерцают золотом картины. А поза Зинаи Николаевны, посмотрите, какое такое ощущение, что ей неловко, ей неудобно. И вот внутренний мир Зинаи Николаевны, он значительно богаче и сложнее между ее окружением. А сейчас перед нами портрет Юсупова, знаменитого Феликса Юсупова, человека такой драматической судьбы, но здесь ему 14 лет, мальчик-подросток. И эта картина висит в себе двойственные черты. Посмотрите, изображение Юсупов между двух собак, за ним мраморное извояние, а в руках маленький бульдог. И вот этот бульдог такой хорошенький, с асимметрично поднятым ухом, жилыми глазками, а за ним, а за Феликсом мраморная скульптура. Вот к какому миру он ближе. Мир живого пса, он все-таки живой мальчик, но настолько прекрасен, что похож на мраморное извояние. А вот сейчас портреты детей Серова, так и называется картинные дети. Вот этот вот Саша станет летчиком, и смотрит в глубь себя. Вообще Серов обладал даром, он прозревал судьбу человеческую в своих произведениях. Вот Мик Морозов, он станет известным ученым, исследователем Шекспира. Вы смотрите, это же взгляд ученого человека. Вот он Мика, он сейчас сбежит своего маленького стульчика, а вы смотрите на этот локоточек, похожий на ангельское крылышко. И писать детей еще сложно. На них не будут сидеть прозревать. Но Серов особенно любил детей, потому что, я вам говорила, ребенок обладает искренностью и непосредственностью, которая часто устает, ну, ее нет в возрастном человеке. Но вот этими характеристиками искренностью и непосредственностью обладает портрет другого человека, Николая Второго. Это в этой картине вся грядущая русская история. Вообще портрет мог бы не состояться. Серов получал заказы еще от Александра Третьего на портрет отца Николая Второго. Но этот портрет Николая Александровича ему не удавался. 16 раз царь позировал, отвлекаясь от своих дел, позировал художнику. А Серов он не может за маской государя увидеть подлинного человека. Когда писал портрет, он часами беседовал со своими моделями, чтобы понять суть личности. царем не будешь вести выгодить эти беседы. И вот Серов пришел к Николаю Александровичу и признался в своей несостоятельности. Николай расстроился, сел за стол, и вот Серов почувствовал, раскрылся от этой тайной души. И она очень быстро, вы знаете, как широко он кистью написал этот портрет, но самое удивительное на этой картине была она. Это произведение писалось для Александра Федоровна, супруги, государя. И вот есть описание первых дней революции, когда во вопочевали царицы ворвались вооруженные солдаты-матросы, они стали как вкопанные, на них смотрел царь, вот с этого портрета. И они сорвали картину со стены и выковали портрет у глаза, потому что под таким взглядом невозможно творить бесчинство. Но погиб первый вариант. А мы сейчас с вами видим авторскую копию. Эту копию Серови сделал для себя. И вот этот портрет был с большим другом. Спасенный прошел спустя советские годы, в общем, остался невредимым. И только в 91-м году его впервые показали книги. А вот все равно другой книги. Генритий Допольдов, Гишман, светской красавицы. и похищение Герлуха. Перед нами символистская вещь. Все художники, о которых мы сегодня говорили, московская школа, они прошли через мастерскую символу. И, казалось бы, принадлежит академической традиции, но вот он был провозвездником модерна. Используется здесь миниологический сюжет. прекрасная азиатская царевна, которую полюбил зевство. Энн предстал перед девушкой в образе прекрасного быка. И Европа не устрашилась этого зверя. Бык подошел к ней, когда она гуляла по берегу моря, опустился перед Европой на колени, она поднялась к нему на спину, он поплыл по морю, пока не достиг острова Крит, на котором Европа стала царицей. И вот что же изображает сиропа, оригонали динамично двигаются, могучие фигуры, никак. И вот это совсем другой язык, это уже язык нереалистической живописи. Ну, давай представим, море, какое в Азовском, мокрое, с волнами. И Европу, как вот, допустим, лицо Маши Симоновича, тайно бы рассеялось, это был божий миф, это была бы бы, миф, это то, что от нас скользает, то, что убили в себе символический язык. И вот перед нами Идор Бенштейн, гумита балерина, учательница Дягилевских сезонов. Сером говорил, она подобна древней царице. Он ее изображает, намекая нам на Клеопатру, она представляла Клеопатру на балетной сцене. Это когда эту картину видел Грепин, учителя, друг Серова, он не поверил собственным глазам. Он впоследствии назвал эту картину галитонизированным другом. Общество не смогло принять это произведение. Слишком оно было новаторским, слишком новым. Но посмотрите, как изображает и художник. Вот подобно древнему рельефу, лицо почти бровь, плечи поворачиваются к нам, дотягиваются стопы, абсолютная логота. Но она нас не смущает, как не может смутить логота античной статуи. И вот Серов, конечно, художник, который расширил возможности русской культуры. Я такой коротенький обзор сделала этой выставке, и, конечно, это не может производить сильное впечатление. Демонстрировались рисунки, театральные работы выставка размещалась на трех этажах. Создана была силами в многочисленных музеях, не только отечественных, но и зарубежных. Конечно, это стало грандиозным событием для русской культуры, но самое главное, никто этого не ожидал. Никто не ожидал, что это вызвало такую реакцию. Это была внутренняя потребность народа. И вот, я надеюсь, что вы достаточно подробно ответили на ваши вопросы. Пожалуйста, еще вопросы. А вы почему-то совсем не затронули такого знаменитого искалку художника и обоих 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 в 20-й веке не смотрим советские периоды. Судя по тому, как кем задавали вопросы студенты, советский период очень сильно волнует. В следующий раз мы сделаем 4 месяца. А серьезные вещи конечно знакомы в течение долгих лет, так что у меня сложные и долгие отношения. у меня вопрос по поводу запрета при Советском Союзе авангарда. Каким образом прозволить идею авангарда и социологическое дело? Что такое авангарда? Это абсолютная свободная. Социореализм это ограниченная свобода. Это можно изображать только то, что можно. Это можно только воспевать линию партии и доблестный труд рабочих крестьян. А все остальное было просто запрещено. И искусство должно быть прежде всего понятным народу. Кстати это очень конечно прожило, чтобы люди могут понимать только реалистическое искусство. Когда была сделана 20 седина выставка Пилонова приходили рабочие солдаты на эту экспозицию и понимали, что это про милитарский футбол. запрет был для того, чтобы ограничить свободомыслие, ограничить возможности выхода в какие-то другие биологические сферы. Есть определенная линии и нужно поддерживать. Спасибо большое. Здесь я смотрел на черный флаг. Вы сказали, наверное, Зайфер разрисовал на полсте, который потом уже... Была жива, да, она записана, то есть он взял уже... Ну там всё не так-то просто, кстати, он про него там... Я сейчас не буду погружаться, он там написал про него. Да, это слишком долго, я сейчас не буду этого касаться, но он... Ну вот сейчас бьются исследователи над тем, что это не просто чёрный квадрат, что там значительно глубже концепция, который он имел. Но во всяком случае он сказал, что я этим чёрным квадратом заколотил крышку разрисованного трупа классического искусства. Он сказал, было искусство до меня и я. Можно вопрос задать? Если возможно ли, что это была икона во время как он был? Он написал икону, да? Ну, революционную икону, икону нового времени, да. Может, в советское время ты его начинал? Может, он хотел сказать? Он всё сказал этим чёрным квадратом, конечно. То, что грядёт и то, что в области, и то, что случится. Да, чёрный объект. И его друг Кручёных, я забыла, цитировала я, он сказал, казни мир, казни мир, казни мир. Да. В эту чёрную бездну ввалилась вся традиция. То есть, имя, как-то говорилось. Где-то я читала, если я правильно помню, что очень большое количество работ об эгородистов, и они не спрятали как-то внутри всех хранят в Тюкоке. Правильно я помню? Ну, да, ну, совершенно точно. Их не спрятали, их там, где там спрячешь-то? Ну, как-то там. Нет, портрет Николая прятали, и в графике, и где. Но большую коллекцию авангардистов, ну, где их спрячешь? Их просто, они были в специальных хранилищах, и их нельзя было видеть, об этом, естественно, нельзя было говорить, вплоть до 60-х годов. Вот, это был запрет. В 70-е, 80-е годы, когда уже более либерально было советское правительство, сговорили, но, ну, чтобы всё-таки не стыдно было перед другими державами, но под это всё подвели, конечно, организационные условия. Ну, собственно, рекомендовать ослепления ничего было. Скажите, а современное искусство в России сейчас, оно негодеет больше в каком стране? Оно очень пёстрое. Очень пёстрое. Нет какого-то единого названия? Единства нет, да. Есть яркие представители национальной традиции, ну, идущие от 60-х годов, когда после войны такой всплеск, возрождение русского духа, в живописи, это особенно Сорго Стилевцы, Павков, Салаховы сейчас, выставка Салаховы как раз, позже, да, вот такие мощные художники. Но вот у них есть продолжать, может быть, не с том, а что для того, чтобы создавать такую живопись, ну, нужна какая-то поддержка. Художник же не может писать сам для себя, да, и потом ему нужно жить своей семьей, карлить человек, не только. Но всё равно есть богатыри, которые держат нас в этой пути. А работа с Афономом считается искусством? Ну, это всё же субъективно. Боготые кормят себя. И не только себя, и свой семьи тоже. Орангальд, и это же. Боже мой. Дело вкурсное. Есть ли связь между этой культурой и искусством Авангальда? Конечно. Как и Криченых, Хлебников, это вот всё художество, поэтов, Маяковский футурист, да, это вот всё вот авангардистская поэзия, которая вплетается, конечно. А Элисицкий создает новый дизайн книг. То есть он связан, конечно, непосредственно, когда изобразительное искусство соединяется с текстом и дает совершенно неожиданно новую информацию. И когда Элисицкий переезжает уже в Баухаус, это, конечно, привело к изменению книг, в том числе и в российской традиции. Тоже Элисицкий считается заботом художника. А у меня вопрос такой, если у меня больше вопросов. Вам лично, вы в каком больше тягательстве искусство? Я тренируюсь, скажи, о выписи. Да, мне кажется, что-то очень, пожалуйста, пожалуйста. Чувствовалась ваша любовь к иконам? Я не могу сказать, что это было очень приятно. Ну, это вершина. Это, на мой взгляд, это вершина. И это самобытно действительно непосредственно. И вот, и, конечно, вторая половина 19-го, экосистенческая жизнь. Иван, и Савелик. Наталья Сергеевна, у нас тут вот два сувенира вам. Мы пили чай с флагами монтарейской, чтобы это заприняло. Чай с вареньем. Чай с вареньем. И это зонтик, поскольку идут дожди. Зонтик защищал от дождей и был символом нашей благодарности. Да, защищал вас не только от физических дождей, но и от метафизических дождей. Скоро, когда вы вернётесь домой, там написано «Монтарейский институт» на многих языках. Не знаю, что написано, или «Монтарейский институт» на многих языках. Мы вам очень благодарны. Вы действительно привнесли красоту в наш мир здесь. И мы надеемся, что вы вернётесь. И будете нам ещё раз, кажется, больше и больше. И я знаю, что все из вас, кто вернутся в Россию, поедут в Россию, вы вообще увидите искусство. И в первый раз увидите искусство. И, конечно, будете вспоминать Наталью Сергеевну. И я хочу, чтобы вы знали, что мы очень-очень любимы. Спасибо. Дальше.